И кошки! Давай! Давай, давай! Какие же соревнования без трудностей. А тут еще и снег сильно усложнил поставленную задачу. Сложно было то, что бежать по снегу. Ноги проваливались, было тяжело. Еще снег, а так у нас плохо было стреляние. Мы бежали в штрафные круги. В этом году ребята впервые стреляют из пневматической снайперской винтовки. Еще раз. Нужно поразить тремя выстрелами мишень. Расстояние 10-12 метров. Если совершили промахи, то снайпер делает штрафной круг. Бегать штрафной круг приходится почти всем стрелкам. Как оказалось, испытание не из легких. Да, я стрелял, попасть не получилось, потому что как бы запахался. Было сложно. Сборка, разборка, автомата. Прохождение полосы препятствий на время. Помимо испытаний на выносливость, задание на внимательность. Чтобы проверить память разведчика, нужно за несколько секунд запомнить предметы, а потом указать их в списке. Но самое большое впечатление на участников произвел веревочный этап. Понравился этап параллельные перила. Полазил. Хотелось бы еще поучаствовать. Надеюсь, еще раз пригласят. Сегодня уже в 16-й раз проходят ежегодные соревнования памяти бойца транспортного ОМОН Юрия Ильенко. Старший лейтенант погиб 7 августа 2000 года в Грозном, спасая жизнь журналисту. Вот таким с легкой улыбкой на лице его запомнили близкие и сослуживцы. Очень хорошим светом, честным и светом, как говорится. Все добивался с войны. Благодаря этим соревнованиям память о нем жива. Ксения Буряк, Владимир Махмутов, НТРТВ